Когда мой френд Педро показали на A3, я вообще не понял, что это за херня. Какие-то ужасные балетные танцы с отстрелом болванщиков в не самом лучшем 3D. С физикой движения из Гаррис Мод. И наверняка мое мнение осталось бы непоколебимым, если не предрелизный доступ. Каких-то условий с нахваливанием игры мне не ставили, да и не стал бы я на такое соглашаться. А раз уж ключ выслали, чё бы не попробовать, подумал я. Итак, что же это такое? На самом деле, всё как оказалось очень просто. Когда-то была незамысловатая флэш-игра с одноименным названием, и сегодняшний релиз это переосмысление той самой флэшки. Экшен про стильные убийства. Пожалуй, это самое правильное описание игры. И на удивление, как-то я не играл в подобные проекты. Хотя, безусловно, от Педра так и веет каким-нибудь хотлайном, или, что ещё точнее, руинером. Главный герой слепо следует указаниям банана, носит странную маску и жёстко расправляется с врагами. Из такого описания я бы точно подумал, что случайно запустил не тот ярлык. Но дело спасают юмор и несерьёзность происходящего. Эй! Так, спокойно. Это я, Педра, твой друг. Тебя не слабо вырубило. Ты в порядке. Сколько пальцев я показывал? Неважно. Давай сваливать отсюда, где бы мы ни были. Кто мы и зачем кого-то убивать, ясно не сразу. Но не довериться такому милому банану просто невозможно. Игра как бы намекает, что если ты хочешь сюжета с кинцом, то ты явно мимо. My Friend Pedro это мочилова в слоумошене подкачающий синтвейв. И хоть связка эта совсем не нова, игра всё же может удивить. Стрельба с двух рук по разным противникам, перевороты в воздухе на 360, фирменные балетные уклонения, езда на скейтборде и... почки? Механик здесь и правда много, а по мере прохождения игра просто обрастает ими. Меня удивляет, как это всё органично вписали в левел дизайн. Уровни построены так, что можно вообще практически не останавливаться и протащить комбо убийств с первого до последнего противника. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По ходу сюжета Банан знакомит нас с первым боссом. Вот этот здоровяк это Мич Мясник. И на самом деле он торгует не мясом, а оружием. Ну то есть мясо он тоже продаёт, иногда голубиное, кресиное, или человечину, как повезёт в общем. Прямо пастл 2 какой-то. Подобраться к нему незамеченным оказалось не так просто. Так что гангстерам объявлена задача ликвидировать меня. Забираем байк и отправляемся в погоню за мясником. Пока за нами ещё одна погоня. Игра заходит с козырей и показывает омега уровень для мотоцикла под ядрёный саунд. Отстрелявшись от мелких крипчиков с комбо за 40, объявляется главный гость. При первом знакомстве я пытался уклоняться от взрыв пакетов Мича, но в итоге меня всё равно распидорило. Оказывается всё это время в них нужно было стрелять, пока они в воздухе. Смерть такой значимой фигуры вряд ли может пройти бесследно, поэтому Педро рекомендует залечь на дно в нулевом округе. Это что-то типа гильдии наёмников. И кто бы мог подумать, но за мою голову здесь уже назначена награда. Объявил о ней какой-то Дэнни, так что пытаемся выследить его, чтобы узнать, кому я так насолил. С этого момента игра усложняется не только с точки зрения врагов, но и появляются небольшие головоломки на рычагах. Темп игры из-за таких переключателей тоже ослабевает, так как нужно внимательнее следить за обстановкой и случайно не нажать лишнего. Вся локация походит на одну большую незавершённую стройку. По сути так оно и есть, и это своеобразная серая зона, за которую никто не хочет нести ответственность. Идеальное место для неблагополучных личностей. Кроме переключателей появляются пластины, от которых замечательно рикошетят пули. Иногда это нужно для решения головоломок, но конечно же через них куда приятнее убивать врагов. Кстати, в этой локации впервые встречается дробовик. Пожалуй, это моё любимое оружие. Конечно, с двух рук дробовиками не пострелять, но на части разрывает знатно. Кто бы мог подумать, что Дэнни окажется боссом-вертолётом. Битва очень сильно завязана на уклонениях, и здесь я эту механику применял чаще, чем за всё прохождение. Проблема в том, что пока персонаж комично крутится, точность оружия сильно страдает, и убийство врагов превращается в сплошной рандом. Тут же игра показывает значимость нововведений, и убить босса можно только через рикошеты. Настоящий кайф начинается на втором этапе. Дэнни спрыгивает со своего вертолёта, а мы, конечно же, за ним. Разобравшись с кучкой таких же суицидников, начинается лучший диалог за историю видеоигр. Впадение. Малыш Дэнни спихивает всю вину на свою обезумевшую сестру Офелию. Он говорит, что на самом деле за всем стоит она. А мясник Митч вообще был их батей. В ходе диалога Дэнни кого-то узнаёт в главном герое, но внезапная высотка прерывает милую беседу. Протагонисту везёт куда больше, он падает прямиком в воду. Хотя, исходя из того, какой начинается дальше трип, возможно, на самом деле мы давно в коме, и всё это плот воображение. Мир Педро – это миленькая психоделичная локация, где нужно паркурить по исчезающим платформам. К счастью, здесь даже нет врагов. А, хотя погодите, хейтеры объявились. Винчивая болты в головы усатых мужиков и прыгая на батутах, каким-то магическим образом спасаем от негатива бананчик. Ведь дружба – это магия. Бля, чё за херня, кто это писал? А, точно. Я. Возвращаемся в суровую реальность. Тут всё не так радужно, а Педро снова грузит. Теперь мы знаем. Офелия, диктатор интернета, назначила награду за мою голову. А Дэнни и Мясник – всего лишь пешки. Пробраться в интернет можно только через железную дорогу, а к ЖД проще всего попасть через канализацию. Кстати, канализка кишит бетардами и задротами, которые не проще облачиться в доспехе крестоносцев. На самом деле, не только вы не понимаете, какого хера происходит с сюжетом этой игры. Причём тут какой-то интернет, и почему геймеры сидят в канализации? Возможно, это слишком серьёзные вопросы для игры с живым бананом. Под конец канализации ситуация накаляется. Появляются электрические ловушки, спецотряды Офелии и более сложные головоломки на новых переключателях. Блин, чувак, как же мне надоело сторожить этот рычаг. Да я знаю, мы здесь уже несколько месяцев торчим. Никто даже не заметит, если мы сделаем 5-минутный перерыв. Ты думаешь о том же, о чём и я? Думаю, да. Пошли, покажу тебе свои крутые придёмчики каратэ. Эй, скорее! Ты нашёл выход с железной дороги. Этот поезд отвезёт нас в самое сердце интернета. Бра! Красивенький уровень с поездом, незамысловатый босс-файт и вот он интернет. Здесь игра выпячивает всю свою сложность на показ. Врагов, как тараканов, лазеры ваншотают, появляются защитные барьеры и другие непотребства. Отдельно стоит упомянуть уровень с ловушками, где вообще никого убивать не надо, но лазеры триггерить не стоит. По ходу прохождения Офелия будет пытаться поговорить с протагонистом. Нормального диалога не выйдет, так как герой походу не умеет разговаривать. В конечном счёте игра делает неожиданный поворот, и оказывается, что всё это время мы играли за брата Офелии. А что более жутко, мясник Митч это батя главного героя. Простить смерть двоих близких людей сестра не может, да и наверняка по статусу не положено. Явно же чем-то грязным промышляет. По факту, это стандартный бой с близнецом. Босс, который использует приёмы главного героя, но так как управляется искусственным интеллектом, выходит явно не так круто. К сожалению, или к счастью, пощадить сестру не выйдет, и Педро тут же признается, что был честен с нами не до конца. Оказывается, наш безымянный герой долгое время мучился из-за дерьма, которое творила его ныне покойная безумная семейка. Однако, отважиться убить собственную семью может не каждый. Поэтому главный герой надел маску, чтобы его никто не узнал, сам себя вырубил, из-за чего образовался провал в памяти, и по наводкам банана совершил правосудие. Поверить во всё это очень трудно. Звучит как сюжет индийского фильма. Апогей Безумия достигается, когда Педро говорит, что осталась последняя деталь уговора. Вселяется в наш мозг и берёт контроль над телом. Эта игра стоит, чтобы в неё поиграли хотя бы из-за финального боя с бананом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok